Приветствую вас, друзья, на моем канале. Здесь мы с вами обсуждаем все, что происходит в Италии и не только. И сегодня бы я хотела еще вам рассказать дополнительную информацию по вот этой вот хакерской атаке на процедуру укололизации в регионе Лацио. Я вот тут еще кое-что нашла. Ну и в первую очередь я хочу вам сказать, что проблема не решена до сих пор. Почему эта проблема не решена до сих пор? Я хочу высказать свою точку зрения. Возможно, я ошибаюсь. Но не решена проблема до сих пор потому, что в Италии нет таких сильных IT-специалистов, которые смогли бы противостоять хакерской атаке. Потому что итальянцы люди творческие. Они прекрасно поют, они прекрасно готовят. Они шьют прекрасную одежду, они прекрасно рисуют, создают уникальные фильмы. Но вот с интернетом у них не очень. Поэтому если в Италии и есть такие специалисты, то они уже, и были такие специалисты, то они уже давно уехали в те страны, где за такую работу платят больше. Ну это только мое личное мнение. Возможно, это все не так. Мое мнение, как всегда, неправильное, вы знаете. Ну давайте я вам еще тут расскажу, что по вот этой вот хакерской атаке на регион Лацио. Это затронуло все региональные компьютерные системы, в том числе ту, которая занимается околоризацией. Проблема до сих пор не решена. Ночью с субботы на воскресенье компьютерные системы регион Лацио были поражены программой-вымогателем, то есть кибератакой, направленной на блокировку данных и систем жертвы с целью получения выкупа. Выкуп был написан на английском языке, и там значит выкуп этот требовался в биткоинах. Атака поразила центр обработки данных, компьютерную систему, которую управляют всей региональной IT-структурой, которая впоследствии была отключена техническими специалистами региона. Ну значит кроме вот этого процесса околоризации, были затронуты также презентационные коммунисты. Все вот эти вот записи к выкупу. И как сообщает газета «Ла Република», заблокированными компьютерными системами кампания околоризации шла медленнее, чем обычно. Потому что операторы должны были выполнять на бумаге часть работы, то есть на листочке записывали. И после этой процедуры околоризованные не могли получить свой вожделенный зеленый грин-пасс, вот ради чего они и делали эту процедуру. Подолгу стояли теперь в очереди, пока там все записывали на листочке. И как сообщает Олесио Домато, если я не ошибаюсь, он замминистра по здравоохранению, он дал понять, что никакого перерыва в кампании околоризации не будет. Однако новых бронирований для новых околоризаций не будет пока, потому что все заблокировано. А по словам Домато, данные о людях, вакцине околоризованных в эти дни, которые до нападения были зарегистрированы в региональном регистре прививок, будут временно зарегистрированы в национальном регистре. Хотя пока не ясно, повлияет ли это на различные аспекты кампании. Например, автоматическая выдача зеленых грин-пассов. То есть вот так вот зарегистрируют в национальном регистре, а потом неизвестно, а получится ли у вас с получением грин-пасса. Остается загадкой. В настоящее время нет информации о том, кто бы мог провести хакерскую атаку. И неясно, привела ли атака к краже данных. Немедленно началась работа по восстановлению системы, а также расследование, которым занимается почтовая полиция. В понедельник группа экспертов из Национального центра киберпреступности для защиты критических инфраструктур прибудет в штаб-квартиру региона, чтобы оказать помощь местным техническим специалистам, которые уже работают с воскресенья. То есть работают, но пока у них ничего не получается. Данные региона Лацио управляют данными о состоянии здоровья около 6 миллионов человек и хранит, помимо подробных личных данных, также медицинские записи и истории болезни. То есть все вот это было заблокировано. Также этот центр управляет многочисленными региональными данными и услугами, не связанными с сектором здравоохранения, о статусе которых пока мало информации. То есть под блокировкой еще какие-то данные, о которых пока мало информации. Вот такие новости, друзья, у нас. Подписывайтесь на канал, также на мой телеграм-канал. Там у меня много чего интересного, чего вы не найдете на ютубе. Также у меня там новости, которых вы не найдете на ютубе. У меня там еще есть интересные фильмы, которых вы не найдете на ютубе. А вам достаточно будет только сделать клик и откроется фильм. Подписывайтесь и до следующих итальянских новостей. Продолжение следует...